За последние дни три человека из нашей гуанской комьюнити покинули нас. По совпадению мы оказались здесь, в Панжиме, и сегодня мы отправляем в последний путь одного из наших, одного из арамбольцев, и я зайду отдать ему дань уважения. Да, снова мы в этом скорбном месте. Будем провожать последний путь Вишну. Еще одна девушка по имени Александра ушла добровольно. Ну и... 20 августа не стала Катя Титовой. Индусы верят, что душа не рождается и не умирает. Она просто путешествует, переходя из одной телесной формы в другую. Музыка. Возвращение. Уважаемые. Возвращение. Возвращение. Это гарика, да? Таняка. Хорошо. Что говорят? Апроцимателем 6 000 рублей за кримацию. И, наверное, 3 000 рублей за ван. 9 000 рублей в общем. 3 000 за такой мини-мини-бас. И 6 000 за дрова. Пробежащих было всего несколько человек из-за рамболя. Ребята сидели и смотрели. У каждого были свои мысли и состояния в голове. Я же понимал и представлял, что рано или поздно и мне нужно будет пройти этот путь, это перерождение. В процессе, как горело тело, я впал в медитацию. Снеха начала снимать, как привезли еще одно тело в соответствии с нынешними протоколами. Этот крематорий считается ковидным. Его начали готовить к кремациям. Люди, которые сопровождали, были одеты в специальные халаты, маски, перчатки, бахилы. Они все это сняли, сложили вместе с телом, зажгли ароматические палочки, отдали дань уважения в виде поклона усопшему и все. Обычно на кремацию приезжают только мужчины. В этот день в семье никто не готовит. И последующие 10 дней семья, родственники и друзья стараются избегать активной социальной жизни, потому что в это время они считаются нечистыми. Для того, чтобы тело полностью сгорело, необходимо около 400 килограмм дров. В день кремации родственники мужчины заблевают волосы на голове. Они жертвуют волосы, потому что по преданиям верят, что это поможет переродиться душе в более благополучное тело. Поехали! 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 После третьего же круга нужно встать в спинную костру и отпустить кувшин, который разобьется в дребезги. Тем самым оставив позади все привязанности к навсегда ушедшему. Обычно через 10 дней и через год принято устраивать поминальные обеды, предлагая пищу родственникам и всем нуждающимся в этом. После сожжения собирают пепел и прах и развивают его по традиции над рекой или океаном. Я пробыл здесь, наверное, больше двух часов, большую часть времени в медитации после Варанаси. Есть такая привычка в местах, где происходит сожжение, медитировать, чувствовать это место. Оно лечит в месте, где уже нет надежды, где уже нет планов, нет переживаний, страха и боли. Можно вспомнить об истинных ценностях. За все это время здесь не приехала ни одной новой машины. Хочу было бы, в общем-то, семь тлеющих костров вокруг, так они и продолжают гореть. Ребята уже все ушли. И вот, в принципе, все, что остается, когда мы покидаем этот мир. И выходя отсюда, ты можешь возрадоваться, что еще есть возможность что-то делать, что-то предпринять или что-то изменить. Было за одно видео спор, что у мусульманских нет крематориев. Но смотрите, мусульманский, а вон там вход в тот крематорий, из которого мы вышли. И поэтому, в общем-то, сейчас можно зайти, посмотреть, что это. Возможно, это не крематорий, эти двери всегда закрыты. А здесь... А, это как кладбище получается здесь. Просто происходит захоронение, и родные, близкие посещают. Ну, как-то так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok